На прошлом уроке мы рассмотрели устройство, настройку, конфигурацию и принципы работы веб-сервера и поговорили о том, как сконфигурировать веб-сервер для отдачи статических файлов. Однако, изначально мы с вами говорили, что в современных веб-приложениях существуют разные типы запросов. Это запросы за статическими файлами, это запросы за динамическими веб-страницами, это запросы к API-сайту, то есть к интерфейсу для взаимодействия с другими системами, и это персистентные соединения, ну, можно выделить 4 вот таких, еще аякс-запросы. Из всего этого веб-сервером обслуживаются самостоятельно только статические файлы, то есть веб-сервер, про который мы поговорили на прошлом уроке, способен самостоятельно отдавать статические файлы. Все остальные типы запросов, они так или иначе должны задействовать логику приложения, то есть бизнес-логику. Для этого очевидно, что необходимо каким-то образом запустить программный код, который, собственно говоря, сгенерирует ответ. Вот эта связка веб-сервера и приложения, этой связкой мы сейчас и займемся. Мы рассмотрим так называемую архитектуру фронт-энд и бэк-энд. В данном контексте под фронт-эндом понимается веб-сервер, под бэк-эндом понимается аппликейшн-сервер. То есть фронт-энд, сейчас речь не идет о верстке, сейчас речь идет про сервера. Итак, давайте посмотрим на общую схему архитектуры. У нас есть наш сайт, который условно находится в правой части рисунка. Он состоит из фронт-энд-сервера, бэк-энд-сервера и, вероятно, есть какие-то хранилища данных, либо вспомогательные сервисы. Это все зависит от приложения. Клиенты. Клиенты это браузеры, либо другие устройства, например, мобильный телефон, либо это какие-то боты. То есть это любой веб-клиент обращаются за документами к нашему сайту. Клиенты непосредственно соединяются именно с фронт-энд-сервером. Он так и называется фронт-энд-сервера, потому что он стоит на переднем крае, он принимает соединение от клиентов. Далее фронт-энд-сервер. Фронт-энд-сервер это обычный веб-сервер, как правило, это синхронный веб-сервер. Для ясности предположим, что это Nginx. Nginx определяет, какого типа запрос к нему пришел. Например, если пришел запрос за статическим каким-то документом, за картинкой, стилем, либо JavaScript файлом, такой запрос направляется сразу на диск. То есть фронт-энд-сервер отдает этот запрос с диска. И на этом история заканчивается. Если же пришел другой вид запроса, например, запрос за HTML-страничкой, который нет на диске, либо фронт-энд-сервер сконфигурирует так, что он знает, что этот запрос нужно отдавать не с диска, а куда-то передавать. Фронт-энд передает этот запрос на бэкэнд-сервер. Вот этот процесс называется проксирование. Фронт-энд-сервер передает запрос на бэкэнд. На бэкэнд-сервере выполняется бизнес-логика. То есть здесь происходит генерация HTML-странички, либо каких-то данных в формате JSON, либо обновление каких-то данных. В процессе работы бэкэнд-сервер, вероятно, будет общаться с какими-то хранилищами, со SQL-базой данных, с какой-то новой SQL-базой данных. Потом, когда ответ будет сформирован, бэкэнд возвращает его к фронт-энд-серверу, а фронт-энд-сервер отдает обратно клиенту. Вот, собственно говоря, такое разделение ролей называется архитектурой фронт-энд-бэкэнд. То есть, еще раз повторю, явно выделен фронт-энд-сервер, тот сервер, к которому непосредственно подключаются клиенты, и бэкэнд, либо, как его еще называют, аппликейшн-сервер. Это сервер, на котором выполняется бизнес-логика приложения. Зачем такая архитектура нужна? Давайте сначала посмотрим, что входит в задачи фронт-энд-сервера. Фронт-энд-сервер это классический веб-сервер. В нем с помощью фронт-энд-сервера решается множество административных, так скажем, задач. Первое, самое важное, это отдача статических документов. То есть, вся статика сайта, все документы, которые не меняются, они отдаются фронт-энд-серверам с диска. Вторая роль, вторая задача веб-сервера это проксирование, то есть, передача запросов на бэкэнд-сервера. Почему это важно? Почему нельзя совмещать фронт-энд и бэкэнд, мы обсудим чуть позже. Вместе с проксированием идет сразу балансировка нагрузки. Что это значит? Это значит, что фронт-энд выбирает тот бэкэнд-сервер, который в данный момент не нагружен. То есть, менее всего нагружен. Либо просто старается равномерно распределять нагрузку между бэкэнд-серверами. Фронт-энд-сервер может обеспечивать кэширование документов. Что это значит? Давайте вернемся к схеме. Допустим, фронт-энд-сервер сделал некоторый запрос к бэкэнду, бэкэнд вернул ему документ. Вот этот документ может быть закэширован на диске фронт-энд-сервера, и последующий запрос будет обработан из кэша. То есть, уменьшается количество обращений к бэкэнд-серверу, снижается нагрузка. Это тоже входит в роль фронт-энд-сервера, в задачи фронт-энд-сервера. Фронт-энд-сервера занимаются обработкой SSI. Про SSI-инструкции мы говорить не будем. Можно сказать, что это сборка кусочков, сборка веб-странички из небольших кусочков. При сборке SSI веб-сервер, фронт-энд-сервер, может делать более одного запроса. То есть, делается сначала запрос за какой-то основной страницей, а потом в процессе выполнения SSI-инструкции в коде этой страницы делаются дополнительные запросы с дополнительным содержимым. И содержимое целиком отдается клиенту. Это называется сборка SSI. Мы ее пропустим. Кроме того, фронт-энд-сервер решает множество задач, которые связаны с клиентским соединением. Как то авторизация клиента, поддержка шифрованного соединения, то есть SSL либо TLS соединения, нарезка картинок, то есть уменьшение картинок до нужного размера, как zip-сжатие и тому подобное. То есть, все работы, которые связаны с вот этими соединениями, с клиентом, они, естественно, обрабатываются фронт-энд-сервером. За счет этого, поскольку все вот эти задачи берет на себя фронт-энд-сервер, интерфейс бэкэнд-сервера, он очень простой. То есть, бэкэнд-сервер не решает эти проблемы. Он работает по очень простому интерфейсу. Бэкэнд-сервер может сконцентрироваться на бизнес-логике приложения. Одна из важных задач фронт-энд-сервера – это реверс-проксирование. Что такое реверс-прокси? Зачем он нужен? Реверс-прокси позволяет бороться с медленными клиентами. Когда мы обсуждали обработку сетевых соединений, мы говорили о том, что медленные клиенты представляют собой проблему. Передача данных от клиента и обратно к нему, то есть, передача данных в сети, занимает много времени и занимает фактически полностью процесс, либо один тред веб-сервера. Также мы говорили, что асинхронные сервера, то есть, сервера, которые работают по event-модели, например, Nginx, такой проблемы не имеют и хорошо обрабатывают множество параллельных соединений, даже если они очень медленные. Что произойдет, если мы напрямую пустим каждого клиента на backend-сервер без прокси? Произойдет следующая вещь. Допустим, у нас все клиенты медленные. Первый клиент подключается к первому серверу, сервер генерирует для него ответ и начинает возвращать. Но поскольку клиент медленный, то сервер будет отдавать ответ долго, скажем, минуту. В это время он не работает. Понятно, что у нас на одном сервере запущено множество процессов application сервера, то есть, либо множество потоков, но для упрощения представим, что он один. Второй клиент занимает второй, третий занимает третий, а если придет четвертый клиент, для него просто не будет свободного backend-сервера, ну, либо свободного процесса. Кончатся процессы обработчики в application серверах, при том, что все они будут заняты передачей данных клиенту. Вот это нежелательная ситуация. Чтобы такую ситуацию избежать, используется reverse proxy. Как работает reverse proxy? Ну, собственно говоря, наличие прокси-сервера перед application сервером, это уже и есть reverse proxy. Если прокси-сервер достаточно умный. Что происходит? Клиент подключается к прокси-серверу и начинает передавать ему запрос. Он это может делать медленно. То есть, фронтенд медленно-медленно читает запрос от клиента с той скоростью, с которой он может его передать. Когда запрос прочитан, фронтенд передает запрос backend-серверу. Поскольку связь между фронтенд и backend-сервером быстрая, то есть, они находятся, скорее всего, в одном дата-центре, вероятно, в одной стойке, то запрос передается практически мгновенно. Бэкэнд, то есть, вот здесь, между фронтендом и backend-сервером, передается быстро. Бэкэнд генерирует страничку. Ну, на это нужно потратить какое-то время, ну, пускай будет 150 миллисекунд. На передачу бэкэнду пускай будет 5 миллисекунд. После того, как страничка сгенерирована, бэкэнд возвращает ее фронтенд-серверу. Заметьте, что backend напрямую не взаимодействует с клиентом, взаимодействует только с фронтенд-сервером, с прокси. Допустим, он возвращает ее за 5 секунд. Итого, backend был занят 160 миллисекунд. То есть, вот шаги, на которых был занят backend. Фронтенд, на данный момент, он получил ответ, если ответ получился большим, фронтенд-сервер может его сложить на диск, поместить в файл. Если ответ был маленьким, он может держать его в памяти, и после чего фронтенд сколь угодно медленно этот ответ возвращает клиенту. Итого, у нас может быть множество медленных клиентов, но backend, backend в результате такого подхода занят всего 160 миллисекунд. То есть, минимально возможное время, за которое он может отработать. И, собственно говоря, благодаря reverse proxy мы спасаемся от проблемы медленных клиентов. У нас backend-сервера занимаются именно тем, чем мы должны. Они обрабатывают бизнес-логику приложения. Давайте еще раз повторим основные идеи фронтенд-бэкенд-архитектуры. Один. Все клиенты подключаются к фронтенд-серверу. Фронтенд-сервер – это, как правило, легковесный веб-сервер, работающий по ивент-модели и способный обслужить большое количество соединений одновременно. В задачи фронтенд-сервера входят отдача статических документов, обработка протокола ТЛС, то есть шифрования, сжатие документов, авторизация клиентов, нарезка картинок и тому подобные административные задачи. Бэкэнд-сервер обрабатывает только запросы генерации динамических страниц, также АЯКС и также запросы КОПИ. Бэкэнд-сервер занимается фактически только обработкой бизнес-логики приложения. За счет механизма реверс-прокси бэкэнд-сервер работает минимально возможное время, которое необходимо для генерации страницы, а эта страница отдается клиенту уже с фронтенд-сервера с той скоростью, с которой клиент готов ее принять. Вот, в общем-то, в этом заключается архитектура фронтенд-бэкэнд. Для того, чтобы организовать такого рода архитектуру, нам нужно научиться настраивать проксирование запросов. То есть, научиться сделать так, чтобы фронтенд-сервер передавал запрос на один из бэкэнд-серверов. Давайте посмотрим, как настраивается проксирование в сервере Nginx. Вот пример, небольшой пример конфига, предназначенный для проксирования запросов. Здесь мы видим три локейшена. Давайте начнем с третьего. Третий локейшен мы уже такого вида локейшен рассматривали на прошлом уроке. Этот локейшен сопоставляется по регулярному выражению с урлами. Вот это регулярное выражение означает, что урл это урл какому-то файлу, у которого есть расширение, то есть точка и несколько символов в конце урла. Для этого локейшена задана директива root, которая говорит, что такого рода урлы нужно пытаться отдавать с диска из директории в static. Это понятно, это первый сценарий работы фронтенд сервера. Если сервер понимает, что идет запрос за статическим файлом, он отдает его с диска. Что делать, если нам нужно передать урл урл nabo conserva. В данном конфиге все урлы, которые не подходят под третий и второй локейшен, попадают в первый. То есть первый локейшен перехватывает все остальные урлы. В данном случае это урлы без расширения, которые не начинаются с партнера. Мы видим, что в первом локейшене вместо директивы root или alias указана директива proxy pass. Значение proxy pass некоторая строка, которая похожа на урлу в данном случае. Директива proxy pass означает, что вместо того, чтобы отдавать, пытаться найти файл на диске, нужно передать запрос на указанный урл. На самом деле у директивы, у proxy pass могут быть разные значения. Вот в данном случае в первом локейшене указано имя upstream'а, то есть backend это не доменное имя, а имя upstream'а. Как это NGings понимает? Ну, потому что, во-первых, здесь нет точки в доменном имени, а во-вторых, у нас в конфиге, на следующем слайде мы его покажем, сконфигурирован upstream, так называемый, с именем backend. то есть NGings видя такую директиву proxy pass http 2.2 слыша имя upstream'а понимает, что данный запрос нужно передать по протоколу http в upstream backend. Про upstream'ы чуть попозже. В proxy pass можно указывать явно урл. Вот во втором локейшене указан настоящий урл. В данном случае NGings возьмет путь к файлу, ну, например, это slash partner slash doc slash один, приклеит данный путь к урлу, который написан в proxy pass и получит новый полный урл документа и передаст запрос на указанный урл. Что значит передаст запрос? В данном случае NGings выступает как веб-клиент, то есть он создает http запрос и отправляет на указанный урл. При этом проксирование подразумевает то, что сохраняются заголовки, то есть те заголовки, которые пришли к веб-серверу NGings, они будут переданы на проксируемый сервер, то есть на бэкэнд. а те заголовки, которые пришли с бэкэнда, они вернутся обратно к клиенту. Таким образом работает проксирование. Тем не менее, может потребоваться добавить какие-то дополнительные заголовки. Два наиболее частых случая, наиболее часто используемых заголовков, которые нужно добавить, это заголовки хост и xreal.ip. Зачем нужен заголовок хост? Заголовок хост нужен по той причине, что бэкэнд может находиться на другом домене. Мы видим, что наш сайт обслуживается каким-то доменом site.com, а мы передаем запрос на домен partner.com. Если на веб-сервер нашего партнера придет запрос с изначальным заголовком хоста, изначально он у нас был вот такой, то партнер его не сможет обработать, потому что он ничего не знает про данный домен, у него нет virtual хоста для данного домена. Поэтому с помощью директивы setHeader мы подменяем хост. Здесь данная директива сохраняет заголовок хост. Это нужно для нашего бэкэнда. Вместо вот этой переменной можно было бы написать переменную proxy хост. Это означает, что при проксировании нужно взять то доменное имя, которое стояло в имени проксируемого хоста. Основная мысль, в общем-то, следующая, что с помощью директивы proxy setHeader мы можем добавить какой-то дополнительный заголовок при проксировании запроса. Второй важный момент. При проксировании запроса теряется IP-адрес. Когда клиент подключен непосредственно к серверу, сервер может получить его IP-адрес вместе с соединением. Когда делается вызов accept, мы получаем сетевое соединение и получаем IP-адрес. В данном случае фронтенд выступает в роли клиента и он подключается к бэкэнд серверу либо к партнеру. Поэтому партнер получит IP-адрес нашего фронтенд сервера, что в большинстве случаев ему совершенно не нужно. Для того, чтобы сохранить IP-адрес клиента, его помещают в специальный заголовок xrealip. Тогда бэкэнд сервер может проанализировать этот заголовок и узнать настоящий адрес клиента. Итак, мы видим, что с помощью директивы proxy-pass мы можем указать, куда передавать запрос, куда проксировать. С помощью proxy-set-header мы можем добавлять в частности какие-то заголовки. В Nginx на самом деле очень большое количество настроек для проксирования. Можно задавать различные таймауты, сколько нужно ожидать того или другого сервера. это все делается довольно просто. Теперь давайте посмотрим, как конфигурируются upstream-ы. Что такое upstream-ы и для чего они нужны. Что такое upstream-? Upstream в терминологии Nginx это группа серверов. То есть это набор бэкэнд серверов, работающих под общим именем. Upstream задается с помощью такой директивы. Директива upstream указывается имя и далее список тех серверов, которые входят в данный upstream. Здесь при указании конкретного сервера можно использовать IP-адрес либо можно указывать доменное имя. Сервера могут работать на разных портах. Это не обязательно должен быть порт 80-й. То есть бэкэнд сервера могут работать на произвольных портах. Какие опции предлагает NGINX при конфигурировании upstream? В первую очередь это задание весов. То есть мы видим директиву wait, которая позволяет задавать так называемый вес сервера в upstream. Что это такое? Если у вас бэкэнд сервера, аппликейшн сервера, это физически разные машины. То есть они разной мощности, у них разные процессоры с разным объемом памяти понятно, что на них нужно передавать разное количество запросов, чтобы загружать их более-менее равномерно. Для этого используются веса. Допустим, у нас бэкэнд сервер 2 в 2 раза мощнее первого, поэтому для него указывается вес 2. Для сервера 1 указывается вес 1. кроме этого Nginx следит за состоянием серверов. Если один из бэкэнд серверов периодически не отвечает на запросы, то есть не отвечает на проксируемые ему запросы, он удаляется из списка серверов. Есть специальный параметр maxfails, который показывает, сколько раз должен не ответить сервер, чтобы из этого списка удалить. Таким образом Nginx отбрасывает упавшие бэкэнд сервера и продолжает работать, балансировать нагрузку между оставшимися работающими. Со временем Nginx повторит запросы к первому серверу, если тот ответит, он вернется в строй. Помимо указания IP-адресов можно указывать также Unix сокеты в апстриме, это тоже работает. И есть также специальная опция backup. Backup говорит о том, что данный сервер не должен быть под нагрузкой, он включается только для режима бэкапа, то есть когда остальные сервера не могут обслужить запрос. Обычно в простых сайтах, в простых приложениях используется один апстрим, в который входят все бэкэнды, которые все бэкэнд-сервера, которые есть. В более сложных ситуациях бэкэнд-сервера делятся на отдельные группы, часто их называют фермами. Допустим, видимую пользователю веб-часть веб-приложения обрабатывает одна группа серверов, за обработку запросов от мобильного приложения, либо запросов API отвечает другая группа серверов, что позволяет разделить нагрузку и гарантировать независимую работу веб-части и мобильного приложения. Итак, мы обсудили, как настроить проксирование, теперь давайте перейдем к аппликейшн-сервера. Аппликейшн, либо как их еще называют бэкэнд-сервера. Роль аппликейшн-сервера заключается в исполнении бизнес-логики, то есть аппликейшн-сервер должен на каждый входящий запрос вызвать некоторый обработчик со стороны вашего приложения. Этот обработчик может быть с точки зрения от программиста, он может принимать разные формы. Это может быть некоторая функция, либо это может быть какой-то класс, либо это может быть отдельная программа. Все зависит от технологии, которая используется, от протокола связи аппликейшн-сервера непосредственно с вашим приложением. Так или иначе, аппликейшн-сервер это довольно тонкая прослойка, которая занимается исключительно преобразованием от HTTP запроса ответа вызов обработчика приложения. Какие существуют протоколы запуска веб-приложений? Понятно, что программа, программное приложение это очень расплывчатое понятие, оно может принимать самые разные формы. Для того, чтобы аппликейшн-сервер мог его запустить, нужен какое-то соглашение, какой-то протокол. Таких протоколов на самом деле существует огромное множество. И эти протоколы они зависят от архитектуры, то есть от того, является ли аппликейшн-сервер у нас совмещенным с веб-сервером, либо он вынесен в отдельный демон и тому подобное. Ну, например, в технологии Java распространена такая технология серволетов, так называемых серволетов. обработчики при этом предстают в виде классов и веб-сервер, который написан также на Java, соответственно, загружает эти классы и вызывает у них методы. Для веб-сервера Apache существует огромный набор модулей, мы говорили, что функционалы веб-сервера расширяются с помощью модулей. ModParel, ModPython, ModPHP, все что угодно. Эти модули предоставляют языку программирования, ну, ModPHP немножко по-другому работает, конечно. Эти модули предоставляют языку программирования API для работы с внутренностями веб-сервера. Протокол, такой, как правило, очень сложен, но предоставляет множество возможностей для приложения, которые не нужны ему на самом деле. Поэтому такие модули сейчас используются все менее и менее активно и уступают, такие протоколы используются менее и менее активно, уступают место более простым протоколам. Интересное место здесь занимает протокол CGI. Протокол CGI это один из самых древних протоколов, в чистом виде он сейчас не используется, но мы его рассмотрим, потому что остальные протоколы запуска они так скажем унаследовали от CGI очень много названий переменных и тому подобные вещи. Протокол CGI позволяет любое приложение ну согласно протоколу CGI веб-приложении обработчик обработчик должен являться обычной программой операционной системы. у протокола CGI есть развитие в виде FAST CGI и SCGI которые решают его проблемы. И есть современный набор протоколов эти протоколы они привязаны к конкретным языкам программирования например PSGI к Perl VSGI это Python и REC это Ruby мы будем рассматривать протокол VSGI но для начала давайте начнем все-таки с исторического протокола CGI посмотрим как он функционирует итак протокол CGI возник очень давно идея была следующая у нас есть веб-сервер который умеет отдавать именно отдавать файлы с диска то есть возвращать клиенту мы хотим легкий простой способ получить динамическую генерацию веб-страниц что нужно сделать нужно вместо того чтобы эти файлы отдавать их запускать то есть файлы должны быть программами мы веб-сервер запускает эту программу и программа сама решает что нужно вернуть пользователю здесь перечислено соглашение протокола CGI то есть для того чтобы запустить программу веб-сервер можно запустить любую программу это не проблема проблема в том как передать информацию про текущий запрос то есть веб-сервер он разобрал запрос у него есть информация о текущем HTTP запросе его нужно как-то передать в программу а потом из программы получить от HTTP ответ CGI использует следующее соглашение метод запроса query string то есть аргументы которые идут в урле сам путь к файлу все заголовки которые есть в запросе передаются через переменные окружения переменные окружения это механизм операционной системы когда программа запускается ей можно передать произвольный набор строк которые называются переменными окружения вот через эти переменные окружения в программу и передается вся информация про HTTP запрос тело запроса может быть очень большим поэтому его нельзя передавать через переменную его нужно передавать через file handle то есть через файл тело запроса в программу передается через файловый дескриптор stdin то есть для программы для CGI скрипта тело запроса это то что находится в стандартном потоке ввода оттуда можно читать кусочками либо все сразу в зависимости от логики теперь как CGI скрипт возвращает данные заголовки и тело ответа возвращаются через stdout stdout это стандартный поток вывода у программы то есть программа грубо говоря просто печатает на вывод все заголовки и тело ответа причем заголовок код ответа то есть 200 ок либо 404 not found передается через специальный псевдозаголовок статус этот заголовок не уходит к клиенту он преобразуется в код ответа и соответственно все что программа выведет в поток ошибок stdrr то есть если мы говорим про какие-то динамические языки программирования то любой exception который будет выброшен он попадет в stdrr и весь вывод программы который был в stdrr направляется в лог ошибок сервера то есть в error лог сервера все на этом как бы соглашение себя исчерпывает это позволяет любую программу использовать в качестве веб-приложения главное чтобы эта программа анализировала входящие переменные окружения и выводила в std-out код страниц как мы видим соглашение очень простое и потому оно как бы было популярно некоторое время назад но у данного протокола протокола CGI есть существенный недостаток давайте рассмотрим что происходит на схеме у нас есть клиент который отправляет http запрос к application серверу ну мы будем считать что он проксируется через front-end сервер в конце концов попадает на application сервер application сервер понимает что данный запрос должен быть обработан каким-то конкретным скриптом либо возможно что он запускает всегда один и тот же скрипт это зависит от конфигурации и он application сервер запускает программу вот программа запустилась данные передаются через std в зависимости от того что это была за программа нужно предпринять для запуска программы предпринимаются разные действия как минимум программу нужно прочитать с диска если это была программа если это исполняемый файл то есть бинарный то в принципе он запускается все хорошо если это скрипт на каком-нибудь динамическом языке например на Python то запуск программы происходит долго он может происходить секунду пока запускается интерпретатор Python пока он читает код самого CGI скрипта самой программы пока происходит загрузка всех связанных библиотек это могут быть десятки и сотни файлов пока CGI скрипт устанавливает какие-то подключения к базе данных на это уходит время скрипт возвращает ответ и останавливается то есть программа завершается в результате в чем проблема в том что на каждый HTTP запрос происходит запуск программы полная ее инициализация и установка всех необходимых соединений это долго то есть во-первых это работает долго а во-вторых при большом количестве запросов это очень сильно повышает нагрузку на сервер это в общем-то единственная такая критическая проблема CGI которую нужно как-то решать но тем не менее само соглашение очень простое позволяет вам писать веб-приложение практически на любом языке давайте посмотрим какие переменные окружения передаются программе эти переменные важны потому что они сохраняются и в протоколах которые произошли от CGI то есть наследниках протоколов переменное окружение с именем request метод в ней передается метод запроса например get или post переменное окружение pass info pass info передается часть фрагмента которая является путем к файлу то есть после имени сервера до имени файла например документ 10 вот это pass info в принципе application сервер может либо для разных путей вызывать разные скрипты либо всегда вызывать один и тот же скрипт вот если всегда вызывается один и тот же скрипт как точка входа в программу тогда этот скрипт должен анализировать pass info и далее смотреть какой обработчик вызывать query string в query string содержится то что написано после знака вопрос a равняется 1 b равняется 2 это основной способ передачи параметров при get запросе это единственный способ передачи параметров скрипт поэтому эта переменная также важна в переменной remote address содержится адрес пользователя в переменной content length длина тела запроса чтобы скрипт знал сколько данных нужно читать из stdin а для каждого http заголовка создается своя переменная окружение например если заголовок называется cookie переменное окружение называется http cookie в верхнем регистре если у вас есть какой-то заголовок any header name то переменное окружение будет называться http any header name это позволяет передавать все заголовки внутрь сиджа скрипта вот в общем то в этом заключается протокол сиджа каким образом решить эту проблему ну решение очевидно если проблема заключается в том что постоянно происходит запуск программы не нужно ее постоянно запускать значит программа должна быть запущена один раз и находиться загруженном состоянии в памяти то есть программа ваше приложение в приложении оно должно являться демоном соответственно между application сервером и этим демоном должен быть какой-то протокол вот такие протоколы их было придумано ну популярных по крайней мере два fast CGI и s CGI на самом деле это не совсем замена си джа скрипта но в большинстве случаев можно сделать так чтобы си джа и приложение оно без больших изменений было адаптировано под работу в режиме fast CGI что происходит при запуске при использовании си джа и fast CGI или s CGI эти два протокола они на самом деле очень похожи си джа и он проще fast CGI в нем больше разного функционала но в принципе они похожи итак у нас есть клиент есть application сервер и есть fast CGI скрипт при этом наш скрипт он запускается либо заранее либо он запускается при первом обращении но он продолжает существовать то есть он не останавливается он работает когда приходит http запрос application сервер его разбирает и передает этот запрос по протоколу fast CGI либо s CGI в в демон ну в fast CGI скрипт протоколы fast CGI и s CGI они бинарные и они предполагают меньше нагрузки на парсинг то есть разобрать проанализировать протокол fast CGI намного проще быстрее чем http когда fast CGI скрипт получает запрос а эти запросы они передаются через сокет то есть взаимодействие между application сервером и скриптом происходит через сокет происходит просто вызов функции то есть не запуск целого приложения просто вызов некоторой функции понятно что вызов функции в общем то на любом языке программирования он происходит намного быстрее чем запуск целого приложения поэтому эта функция возвращает некоторый ответ который потом передается клиенту как правило основной нюанс заключается в том чтобы обеспечить совместимость с CGI приложениями поэтому зачастую здесь происходит дополнительная работа часто файловые дескрипторы stdin и stdout они подменяются специальными переменными что позволяет вашему CGI приложению по-прежнему использовать стандартный поток вывода например печатать на вывод но эти данные они будут перехвачены попадут в переменную и соответственно вернуться клиенту ну в общем то такова идея FAS CGI используется довольно активно как и FAS CGI сегодня в частности это альтернативный способ запуска PHP приложений но однако это не единственное решение есть и другие протоколы протокол CGI предполагал что приложение будет запускаться в веб-приложении будет запускаться в виде отдельного процесса протоколы FAS CGI и SCGI решали проблему с производительностью но приложение по-прежнему запускалось в виде отдельного процесса современный подход к запуску приложений состоит в том чтобы приложение запускалось в одном процессе вместе с application сервером и application сервер как правило в отличие от старых подходов реализован на том же языке что и само приложение и собственно говоря никакие другие приложения он запускать не может то есть один язык один application сервер давайте рассмотрим протокол VSGI этот протокол специфичен для языка Python другие протоколы про которые мы говорили раньше то есть PSGI и протокол REC они специфичны для других языков но они похожи с точки зрения программных конструкций поэтому ничего принципиально нового в них нет итак при запуске VSGI приложения это приложение запускается внутри application сервера обработчик приложения представляет из себя функцию собственно говоря вот пример VSGI обработчик один обработчик это одна функция все аргументы и что функция возвращает они строго фиксированы и в этом и состоит суть протокола VSGI итак у нас есть VSGI обработчик либо его еще называют VSGI приложение это функция либо класс на самом деле ну что-то что с точки зрения Python является вызываемым в большинстве случаев это именно функция функция передается два аргумента первый аргумент environ название может поменяться важно что это первый аргумент это словарь в котором содержатся все переменные окружения в случае VSGI переменные окружения передавались через стандартный механизм переменных окружения в операционной системе в случае VSGI это просто обычный словарь то есть тип словарь в языке Python тем не менее ключи то есть название этих переменных они в большинстве своем совпадают с тем что было в протоколе CGI второй аргумент это специальная функция здесь она называется start response она нужна для того чтобы начать ответ отправить заголовки клиенту на каждый HTTP запрос application server вызывает эту функцию ну при старте при старте application server естественно загружает весь необходимый код так чтобы эта функция была доступна то есть чтобы она была загружена в память интерпретатора Python при HTTP запросе остается ее только вызвать здесь происходит какая-то бизнес логика то есть здесь располагается вызов кода вашего приложения приложение скорее всего будет использовать переменное окружение чтобы разобрать передаваемые параметры так или иначе в конце концов будет сгенерирован какой-то код ответа статус и набор заголовков вероятно будет сгенерирован те заголовки которые мы хотим вернуть клиенту также будет сгенерировано тело ответа в нашем случае это должна быть html страничка то есть мы разбираем случай генерации динамических страниц поэтому это должна быть html страница далее VSG обработчик должен вызвать функцию start response то есть это как раз вот эта функция которая передавалась во втором аргументе в питоне функции являются такими же переменными как строки и числа и можно передавать одну функцию внутрь другой вот мы передали старт application server передал нам функцию start response а мы в обработчике должны ее вызвать и внутрь этой, ну в аргумент этой функции передать статус, код ответа и заголовки ответа в этот момент application server отправит заголовки клиенту далее мы будем передавать тело ответа почему тело ответа не передается вместе со статусом и заголовками ответ простой тело ответа может быть большим настолько большим, что оно не помещается в память поэтому предполагается, что в SGA приложение будет возвращать нечто, по чему можно итерироваться то есть итерабл в простейшем варианте это список ну у нас тело ответа это небольшая строчка поэтому мы просто помещаем ее внутрь списка и возвращаем список из одного элемента который является телом ответа application server после того, как произошел возврат из SGA приложения, из этой функции он получит вот этот список и начнет его постепенно передавать клиенту в нашем случае он его передаст сразу потому что здесь всего несколько там байт но если мы, допустим, вернем какой-то файл-хендл application server будет из этого файл-хендла постепенно читать и передавать ответ по частям вот вот фактически весь вот фактически как бы весь протокол, весь SGA заключается в этом можно еще раз повторить его особенности обработчик в протоколе VSGI это функция либо класс что-то, что с точки зрения языка Python является взываемым callable метод запроса query string, заголовки передаются через окружение только в отличие от CGI это не системные переменные окружения а специальный словарик но имена те же самые тело запроса здесь отличие в CGI тело запроса передается через стандартный поток ввода то есть через stdin в случае с VSGI тело запроса передается через специальный файл-хендл с именем VSGI input это одна из переменных в словаре environment то есть в словаре environment есть специальная переменная с именем VSGI input и значением файловый дескриптор из которого можно прочитать тело вопроса код ответа и заголовки передаются точнее возвращаются в application server через вызов функции start response то есть мы вызываем функцию start response ей передаем код ответа и заголовки ответа тело ответа возвращается в виде списка либо чего-то почему можно итерироваться итерабл из обработчика поток ошибок должен быть направлен в специальный файл-хендл который передается с именем VSGI с cdrr через словарь с окружением как мы видим протокол довольно простой какие переменные окружения передаются в словаре environment во-первых передается большинство cgai подобных переменных окружений cgi-like request uri pass info и все тому подобное для того чтобы для того чтобы можно было исследовать объект запроса кроме этого передаются специфичные для протокола VSGI переменные например VSGI version содержит версию протокола для того чтобы ваше приложение могло там знать с каким протоколом оно работает VSGI URL схем текущая схема запроса http либо https vsgi input vsgi errors это файловые дескрипторы для чтения запроса и записи ошибок и передаются также два специальных флажка multi-threaded и multi-process multi-threaded флажок стоит когда VSGI приложение запускается внутри multi-threaded сервера это нужно бывает нужно знать приложение если оно использует какие-то не-thread-save операции то есть мы говорили что когда мы работаем в multi-threaded окружении мы должны очень аккуратно работать с общей памятью вот этот флаг позволяет передать позволяет это приложение узнать что он находится в multi-threaded окружении и должно аккуратно обращаться с общей памятью возможно не использовать какие-то фичи либо отключить часть функционала multi-process флаг показывает что оно находится в multi-process окружении то есть работает в pre-fork режиме ну в pre-fork режиме ограничений естественно меньше давайте посмотрим как происходит взаимодействие в SGI application сервера и веб сервера в типичной схеме развертывания у нас запускаются два процесса первый процесс это веб сервер фронт-энд второй процесс это backend сервер backend сервер который взаимодействует с вашим приложением по протоколу SGI взаимодействие между фронт-энд и backend идет по протоколу HTTP то есть наш application сервер он также является простейшим HTTP сервером он может разобрать протокол HTTP в некоторых случаях вместо протокола HTTP используется бинарный протокол например протокол UWSGI это несколько ускоряет работу но это не специфично тут важно понимать что VSGI это описание вызова внутри application сервера то есть VSGI описывает вот этот вызов от application сервера непосредственно к вашему приложению и так веб сервер взаимодействует с application сервером по протоколу HTTP application сервер сконфигурирован так что он знает про какое-то VSGI приложение он использует протокол VSGI для его запуска все что находится ниже вот этой черты с точки зрения application сервера является приложением фактически здесь может располагаться ваш код то есть вы можете оформлять свое приложение в виде набора вот таких VSGI applications то есть таких вот хендлеров вот как приведет он здесь вы можете писать несколько хендлеров можете писать один VSGI сервер будет их вызывать но при этом ваше приложение должно будет сделать некоторую работу для того чтобы обработать входящий запрос что что обычно делает приложение которое работает с application сервером скорее всего ваше приложение должно будет проанализировать переменную пас инфо и выбрать конкретный обработчик дело в том что современные веб-приложения они состоят из огромного количества урлов у них большое количество разных действий и страниц есть два варианта либо на каждое такое действие можно создавать отдельное VSGI приложение и настроить application сервер так чтобы для разных урлов вызывались разные приложения либо можно использовать одно VSGI приложение но тогда оно внутри себя должно решать какую именно функцию бизнес логики вызвать чтобы это решить часто используется путь который есть который был в урле так называемый ну он содержится в переменной пас инфо вот этот путь нужно проанализировать и выбрать какое-то приложение этот процесс называется роутинг урла то есть сопоставление конкретного входящего урла конкретной функции вашего приложения это называется URL-роутинг и его нужно осуществить далее все протоколы начиная с CGI и до VSGI они они не анализируют содержимое заголовков то есть входящие HTTP заголовки передаются просто как целые строки тем не менее у многих заголовков есть внутренняя структура например заголовок cookie он состоит из пар имя-значения соответственно вашему приложению нужно будет разобрать распарсить заголовки чтобы добраться до конкретных значений отдельных кук то есть приложение должно заниматься анализом конкретных заголовков для того чтобы получить get параметры то есть какие-то параметры запроса нужно разобрать переменную query string во всех протоколах она также передается как просто строка то есть это строка вида там a равняется 1 b равняется 2 чтобы получить значения конкретных переменных вам нужно разделить распарсить эту строку причем напомним что значения могут быть закодированными и довольно сложными то же самое касается то же самое касается тела запроса если мы обрабатываем пост запрос наше приложение должно разобрать тело запроса и разделить его на на отдельные параметры причем существует два варианта если у нас передается в формате xvv форму url encoded то есть это обычная отправка формы то парсинг он примерно происходит так же как парсинг query string однако если в форме загружаются какие-то данные какие-то файлы то тело запроса будет в формате multipart formdata его распарсить намного сложнее то есть формат более сложный это так же должно делать ваше приложение кроме того вывод правильных заголовков выходящие заголовки также представлены в виде строк то есть application сервер не исследует их внутреннюю структуру ничего не проверяет он просто возвращает те строки которые вы передали соответственно ваше приложение должно гарантировать что они эти строки выходящие из головки они правильно токсически правильные как как видите здесь довольно много работы и эта работа она будет повторяться фактически для каждого обработчика то есть каждый документ динамический который вы генерируете он потребует решения вот этих задач естественно каждый раз то программировать самостоятельно очень тяжело поэтому появились такие вещи как фреймворки фреймворк это библиотека которая работает между аппликейшн сервером и непосредственно вашей бизнес логикой фреймворки собственно говоря решают все перечисленные проблемы и они обеспечивают более простой и удобный интерфейс для разработки в приложении кроме того фреймворки задают структуру вашего проекта значительно упрощая всю разработку на сегодняшний день существует огромное количество фреймворков для самых разных языков и можно сказать что разработка без фреймворков уже практически никогда не используется единственный случай про который можно рассуждать когда разрабатывать без фреймворк когда высокие требования к производительности приложений то есть нежелательно чтобы выполнялся какой-то дополнительный код но такое происходит довольно редко в большинстве случаев фреймворки все таки полезны на следующем на следующем уроке мы приступим к изучению фреймворков и перейдем непосредственно к архитектуре внутренней архитектуре в приложении мы будем использовать язык пайтон и соответственно фреймворк называемый джанго вот на этом собственно говоря все все